Картины И когда периодически ты туда заглядываешь, то обнаруживаешь, что какие-то вещи имеют способность, тенденцию забываться. Но когда ты опять поднимаешь и прочитываешь, то это свежей волной приходит что-то из, казалось бы, ранее полученного, но оно не теряет свежесть. Есть, конечно, те картины или те пророческие вещи, которые уже сезонных прошел. Либо пророческое слово, на которое надо понимать, для какого оно времени. И когда мы эти вещи тоже знаем, например, пророческое слово, которое получил Авраам о своем сыне. Иди, принеси его в жертву. И тогда, когда он пришел на гору Мария, то ему надо было услышать второе слово. Если бы он не услышал второе слово, была бы трагедия. Но надо постоянно быть на связи, для чего я получал вот это слово, да, и как оно уже исполнилось, либо я в его процессе нахожусь, либо это то, что еще должно состояться. Поэтому для каждого из нас есть в этом необходимость научиться понимать сезоны пророческих слов, научиться высвобождать то, что есть, которое может иметь продолжение на каком-то этапе не только сегодняшнем, но уже и завтрашнем дне, и вообще на будущее. И более того, делиться этим, потому что если оно сработало в твоей жизни, оно кому-то точно так же может помочь и стать благословением. Я когда ехала, я увидела сюда, я увидела дождь. И стала спрашивать, как рисовать дождь, что это за дождь. И я услышала, что дождь славы. И когда я рисовала, я увидела этот дождь и понимание, что это место славы Божьей, что новое помазание славы, новое помазание его присутствия Духа Святого, значительность и весомость Духа Святого. И я хотела бы подарить эту картину Ольге Дмитриевне. Я не знала, для кого я рисую, я не собиралась даже кому-то рисовать, просто рисовала. Но я понимаю, что это сезон нового, когда нужно свежее и новое. Пускай этот дождь славы, дождь помазания, он опускается. И в этом дожде полная сокрытость от всего, что может происходить вокруг и извне. Вы знаете, друзья, дождь славы – это не одна капля. Если идет дождь, то идет для всех. Поэтому я рада им делиться. Пусть этот дождь славы придет на каждого, кто жаждет большего, кто ищет Бога по-настоящему и кто не хочет остановиться на том, что имеет. Поэтому принимайте дождь славы. Когда мы сегодня вошли, группа прославления пела «В великой славе он грядет». А у меня была заготовка. Я часть картины уже вчера дома нарисовала о грядущем Господе. И вот это так вдохновенно, когда грядет песня, звучит, и ты рисуешь, как он грядет. Прямо дух поднимается. И я хотела бы зачитать слово из Откровений, первая глава. «Я есть Альфа и Омега. Начало и конец. Говорит Господь, Который есть и был и грядет Вседержитель. Он был в вашем прошлом. Он был всегда. Он есть сейчас в любой вашей ситуации. И он грядет в будущем. И в вашем будущем тоже. Он грядет». И вот это слово «Вседержитель». Он все держит в своей руке. Все держит. Вседержитель. И в Откровениях еще раз и еще раз, три раза повторяется. «Он есть и был и грядет». Это Бог сущий. Это возлюбленный ваш, невеста. Кто считает себя невестой? Наш возлюбленный грядет. Наш возлюбленный грядет. И когда он грядет, то это грядет царь. Мы с вами молимся, и пусть будет царство на земле, как на небе. А это говорит о царстве и о царе. Царю все подчинено. Царь в вашей жизни. Он царь. Он царствует. И в царстве не бывает такого, чтобы царю не подчинялись. И он идет, а мы подчиняемся ему, мы поклоняемся ему, и мы преклоняемся пред ним. И Слово Божье говорит, что перед ним преклонится всякое колено небесных, земных и преисподних. И преклонится пред грядущим царем, который грядет прямо сейчас в твою ситуацию. В твою ситуацию грядет твой царь. И перед ним преклонится всякое обстоятельство. Всякий страх, всякая болезнь преклонится перед твоим царем. Преклонится прямо сейчас. Потому что он был, он есть сейчас. И он входит в твою личную ситуацию. Он грядет силой и могуществом. Он царь царей. Он Господь господствующих. И всякая ситуация преклонится перед нашим царем. Всякая ситуация, всякая болезнь, на которую мы сейчас наступали. Всякие страхи, все обстоятельства, которые теснят, может быть, вас со всех сторон. Может быть, духовная теснота. Может быть, это телесная теснота. И в твою ситуацию сейчас грядет твой царь. Он спускается, он грядет на облаках небесных. И это не будет когда-то. Это прямо сейчас. Потому что написано, что он в нас, а мы в нем. В двух словах. Вчера во время прославления, как только наступил этот момент, я увидела сразу просто поток. Очень большой поток картинок. И в том числе вот эту. Когда я ощущала себя, как будто я в воде. Уже много воды. И я понимаю, что Бог меня не зовет. Вот давай, ныряй уже. Он не просит от меня какого-то очередного усилия. Он не просит от меня какого-то еще одного действия. Он просто рад от того, что я уже здесь. Я уже наслаждаюсь этим моментом. И он сверху так раз и накрыл. И мне не надо нырять. Я уже там. Он сам это сделал. Поэтому для вас. Эта картина для вас. Как вас зовут? Айгуля. Она о том, что пришло время перемен. Смена действующих лиц. Как Есфирь вышла на позицию после Астинь. Так и любые другие девушки, которые были в Библии. Руфь, Мария, Мария, Сара. Их все вот эти внутренние качества. Они сейчас внутри вас поднимаются на смену из-за вели, которая могла быть как контролирующий дух. Не в смысле, что вы были чем-то одержимы или еще. Но у нас как переживательные моменты, что вот я туда не ходи, это не делай, там не стой. Потому что вы очень так сильно любите, так сильно заботитесь об этих людях, которые, может быть, в вашей жизни как дети или как начальник. Вы, а вот ваши подчиненные или какая-то команда ваша, Бог убирает, вообще абсолютно убирает вот эти все переживания и по-человечески желания заботиться. И дает свое веру, как у Сары, послушание и смирение, как у Руфь. Иисфирь со своей царственностью, Иудивь со своей смелостью. Он внутри вас меняет абсолютно все на свою царскую природу. И вот это вот солнце, это Он, это Его корона, Его сияние, Его слава над вами, Его святость. Это не ваши усилия, это Его, Его подарок вам, для того, чтобы вы просто ощущали себя в этом абсолютном Его присутствии, где бы вы ни находились. Для вас это что-то значит? Вы можете это как-то отреагировать, вашу обратную связь? Я подержу. Мы приехали из Кыргызстана, мы приехали как команда миссионеров, и когда мы сюда ехали, нам вообще пророчествовали, что это новый сезон, это новое время, и что вообще лично в моей жизни начинается новое время. И вообще, скажем так, также была встреча с Божьим пророком перед тем, как мы сюда приехали, и он мне сказал, ну, то есть была такая встреча, через которую я получила исцеление, он мне рассказал о 18 годах моей жизни, то есть это был такой период, он сказал, что когда печать дьявола, она была на моей жизни. И вот 19 год, то есть это когда это время заканчивается, и я выхожу из этого времени, и это время перемен, это время, ну, совершенно будет новое для меня, то есть все абсолютно новое. И так и получилось, что мы, это, ну, как связано с тем, что мы переехали в новый город, в новую страну, и здесь у меня начинается новая жизнь, новое служение. Ну, я верю, что, ну, я верю, пророк, как написано, верьте пророкам, да, я верю пророкам, поэтому то, что вы дарите мне эту картину, это еще одно подтверждение, и огромное вам спасибо, потому что это меня так же вдохновляет просто, и, ну, вот, я просто ожидаю этого. Спасибо. Это для всех и для нее. Человек, я буквально чуть-чуть приоткрою, может, он сам о себе скажет, но приоткрою такую маленькую деталь. Когда он поехал в Индию с группой пастыров, и эти пастыры двигались в чудесах и знамениях, а для него это было новое, он приехал оттуда и сказал, Господь, я себя чувствовал одним мертвым среди всех живых. Поэтому оживи меня. И с этого началась его удивительная процессия с Богом по жизни. Поздравляю вас с Интернациональным Днем Женщин, международным. И нам очень, мы рады, что мы можем почтить женщин. Потому что у женщин такое наследие в Царстве Божьем. Для меня это большая привилегия, что я служу под началом Ким Мас, доктором Ким Мас. И особенная привилегия, что я могу прийти и служить на этой конференции для пастора Ольги. Пастор Ольга была в моей церкви. И я узнал, что она самый удивительный ходатай, которых я когда-либо встречал. И удивлен я очень той властью, которую она имеет. Над территориальными духами. И очень много я от нее почерпнул. Она нам очень интересную модель представляла в Нью-Йорке и за пределами Нью-Йорка. Они делали объезд молитвенный, и Ольга Дмитриевна показывала, как это и проводила его. Вы истинный генерал. В Царстве Божьем. Сегодня я хочу говорить о культуре почтения. Почтение, оно настолько ценно в Царстве Божьем. В Библии очень много о почтении сказано. Но прежде чем мы будем говорить о почтении, нам важно понять, что такое культура. 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 Культура – это те правила установления, которые меняют социальное поведение. И в Царстве Божьем есть три основные ценности. Любовь, смирение и почтение. Любовь – это мотив Божьего Царства. Смирение – это твое отношение. И почтение – это как операционная система Божьего Царства. В нашей культуре, в Америке, Настолько культура мирская, она совершенно противоположна культуре Божьей. И я думаю, что и здесь точно так же, в России у вас. В моей культуре В моей культуре не является каким-то удивительным явлением, чтобы дети не уважали родителей. Это встречается. Или когда жены не уважают мужей. Или мужья не уважают жен. Или когда студенты не уважают своих учителей. В моей стране есть две политические партии. Если вы республиканцы, вы будете унижать или не уважать демократов. И наоборот. Очень большое разделение и неуважение в нашей стране прослеживается. И я бы сказала, что культура нашего мира, это культура унижения. Ну, как бы, не почитание, не уважение. Но культура Божья, она настолько другая. Она противоположна культуре мира. В Римлянам 12 главе сказано, что не сообразуйтесь с веком с ним. Можно даже перевести это, перефразировать так. Не позвольте миру управлять вами. Мы можем также сказать, не принимайте установления. И управление мира. Не только важно определить, что такое культура. Как нам важно определить, что такое почтение. И также понимать, что значит слава, и что значит почтение, честь. Мы говорим очень часто, Бог славный. И кто-то говорит, что слава, это как бы его Божье наследие. Это то, что он несет с собой. И некоторые говорят, что слава, это все, что он есть. Это и власть, и сила, все, это все слава. Кто-то говорит, что слава, это вот эта слава шхина, которую Моисей видел на горе, и Иоанн видел в Откровении. То, что он написал. In other words, he saw his magnificent, brilliant glory. То есть это вот проявленная яркая слава. Сильная. All of that is true. И все это правда. Все эти определения, это правда. Honor is different from glory. Но честь, она отличается от славы. Honor is recognizing, and acknowledging, and celebrating God's worth. Честь, почтение, оно подчеркивает Божью природу. In other words, honor is seeing his value. It's celebrating his infinite worth. Другими словами, это видеть ценность Бога. In fact, that's why we honor Jesus. Вот почему мы почитаем Иисуса. Jesus is the express image of the invisible God. Иисус это проявление, реальное проявление невидимого Бога. In fact, the first time we see honor is within the Godhead. И это то, где мы видим, да, проявление Бога. If you could read for us John 5, 19 through 23. John 5? Mm-hmm. И мы прочитаем из Иоанна 5 главы. 19 through 23, I'm sorry. На это Иисус сказал, Истинно, истинно говорю вам, Сын ничего не может творить сам от Себя, если не увидит Отца Творящего. Ибо что творит Он, то и Сын творит так же. Ибо Отец любит Сына и показывает Ему все, что творит Сам, и покажет Ему дела больше сих, так что вы удивитесь. Ибо как Отец воскрешает мертвых и оживляет, так и Сын оживляет, кого хочет. Ибо Отец и не судит никого, но весь суд отдал Сыну, дабы все чтили Сына, как чтут Отца. Кто не чтит Сына, тот не чтит и Отца, пославшего Его. Throughout eternity, there was honor within the Godhead. Через вечность в проявлении Отца, как главы, была честь. И Иисус одел себя в человеческую плоть. И Он продолжил чтить Отца через то, что Он делал только то, что видел Отца. Иисус почтил Отца через послушание и через то, что Он делал, как слушался Отца. Отец почтил Сына, почтил Иисуса через то, что дал Ему всю власть, которую имел. И в этом стихе, как мы прочитали, нам важно, как верующим, почитать Иисуса, потому что если мы не почитаем Его, мы не почитаем Отца. He who honors Jesus honors Him. Тот, кто почитает Иисуса, почитает Отца. That's why praise and worship is so important to believe. Почему хвала и поклонение настолько важны? Потому что почтение к Богу — это почтение к Иисусу. It is affirming and acknowledging and celebrating His intrinsic, infinite value. И мы, почитая Иисуса через вот это почтение, хвалу и поклонение, мы почитаем и подчеркиваем Его вечную ценность. What's fascinating is you and I are image-bearers. Image-bearers. In other words, a photograph. Image. That's a photograph. So, in other words... Say the whole sentence. Okay. We'll give it a shot. And so, you and I were created in the image and likeness of God. We are to conform to the image of Jesus Christ. We are ambassadors for Jesus. We represent Jesus on this earth. We bear His image. Every person has value because we are created in the image of God. As we go through the Scriptures, you're going to see that we are to honor all people. And when we go through the Scriptures, you'll see that we are to honor all people. Because all people are created in the image and likeness of God. Because all people are created in the image and likeness of God. In fact, in Revelation chapter 5, verses 12 and 13, it says that all creation will honor God. The things in heaven. The things on earth. The things under the earth. All creatures. The birds in the air. Fish in the sea. And the moving things on the earth. Now, you might wonder how do demons and unbelievers honor God? We know all believers will honor God. We need to remember that Jesus Christ is the judge of all things. And at the great white throne judgment, every knee shall bow. Every tongue shall confess that Jesus Christ is Lord. But to the demon and to the unbeliever, it is to their peril. Peril. Danger, destruction. And so when we think of honor, it first starts with us honoring God. It starts with our praise and worship to him. It starts with our praise and worship to him. To acknowledging his supreme, infinite, and matchless worth. When we worship and give him praise for the fact that he is not righteous, for the fact that he is un and great. But as believers, we are also to honor God in our bodies. But as believers, we are also to honor God in our bodies. In 1 Thessalonians, chapter 4, 13 and following, it says, for this is your sanctification. That you abstain from sexual immorality. And that you know how to possess your body in honor. Not as the Gentiles who do not know God. We need to recognize that we are temples of the Holy Spirit. In 1 Corinthians 6, 19, it says, do you not know that your body is the temple of the Holy Spirit that is in you? That you have of God and that you are not your own. For you are bought with a price. Therefore, honor God in your body and your spirit which belongs to God. The other day, we went to the cathedral just down the road. Was it the Isaac Cathedral? Isaac Cathedral. And I walked in there and I was so amazed by the glory. I was astounded by the beauty. I was marveling at all the pictures that told the story, the Bible story. I was amazed by the gold and the marble stones and I discovered that it took 15 years to build that magnificent building. and the thought occurred to me that the reason they built that magnificent building and spent so much money was to give glory to God. In Isaiah 66 verses 1 and 2 it says heaven is my throne earth is my footstool where then is a house that you could build for me declares the Lord but this one I will look to him who is humble broken in spirit and one who trembles at my word and the thought just occurred to me while I was in this magnificent temple that we are the temple of the living God. We have Christ in us the hope of glory therefore everything we say everything we do should bring glory and honor to the Lord Jesus Christ. it's all about honor to him that the words that come out of our mouth should bring honor to him the acts that we do should bring honor to him but not only do we honor God with our bodies we are to honor God with our wealth could you read for me Proverbs 3 9 and 10 As believers we need to recognize that all that we are all that we have all that we ever will be is a result of his abundant grace that he's the one that gave us our employment he owns it all everything belongs to him and all he asks is the first fruits of what we made there are so many believers that are closing their fists and they say mine 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 we have a cartoon in America it's Bugs Bunny yeah and in this one episode he finds this pot of gold and he jumps in the gold and he says mine mine all mine and he ends up with none of it I guess you had to be there the point is the point is this when you honor God with your wealth you cannot give him the promise is that your barns will be overflowing years ago I was a sheet metal construction worker and I was making $40,000 a year say it again $40,000 a lot of money I was a sheet metal worker construction and the Lord called me into the ministry and I said to the Lord if you pay for college I'll do it because I didn't have an education at that time so I quit my job I became a youth pastor I went from making a lot of money to almost no money but I always gave God my first fruits all of my needs were met and college was completely paid for the last semester of my school I had gotten a bill for $1500 and I didn't know how I was going to pay it I had no money so I said Papa God you promised I'm standing on that promise the very next day I got a letter in the mail my uncle Serge gave me a check for $500 and he said the Lord just impressed upon him to give it to you and I thought for myself it takes two days for the mail two days for the mail to come I said this the day before I got the mail in other words God had already had this plan so I get to school that same day I opened up my school mailbox and there was a $1000 scholarship I didn't even apply for somebody in the school put my name in for a $1000 scholarship and I got it I've been in the ministry for 33 years and I have tried to out give God I give 10% at church I give at offerings I support missionaries I support global awakening and God continues to pour out his blessings it's a promise of God in Malachi God says test me now in this if your barns will be not overflowing honor God with your wealth he will bless you abundantly give to your local church that's the place that you ought to sow because that's the place you're being fed not only are we to honor God we are to honor God ordained authority in our country there's great division there's hatred for the republicans and democrats there's so many people that hate the president we have senators and congressmen they're so dishonorable but God says honor those who are in authority in Romans chapter 13 verses 6 and 7 if you could read that for us sometimes we struggle as Christians when we see someone in leadership in the country that's dishonorable but we need to remember that God put them in that position he says God says that they're a minister for good and sometimes we wonder but God they're not good we have one senator in our country that was indicted for corruption but yet the Bible still says honor him just because of the position in fact when Paul is writing this he's sitting in a Roman prison with the leader being Nero who is nothing more than a demon crazed lunatic did you know who Nero was you can say it again Nero was a demon crazed lunatic Paul's in chains and he's saying that you see honor should be the culture of every believer honors our destiny you know in Ephesians 6 1 it says honor your father and mother that it may go well with you now if you are married the scripture says to leave and cleave and so for you as an adult honoring your parents doesn't mean that you have to submit to their rules but it means to esteem them highly to place inherent worth in your parents to speak honorably to treat them husbands you are to honor your wives in 1 Peter 3 7 it says husbands live with your wives in an understanding way and treat her as a vessel of honor so that it may go well with you even though she's a weaker vessel right now let me explain that I'll let you read that and I'll explain that you know it well by heart I didn't learn it yet sometimes I'm in the flow so it's 3 yeah 3 7 now let me make it clear Paul is not saying he's not talking I mean Peter is not talking about physical weakness Peter is not even implying that a woman is mentally emotionally or spiritually weak Peter was the apostle to the Jews and in that culture women were oppressed they were dominated they were pushed down and Peter says lift them up and esteem them highly for they are co-heirs in the kingdom of God now now guys you know that the Bible calls us the bride of Christ correct both men and women are the bride of Christ correct did did you know both men and women are sons of God you know there is neither Jew nor Greek nor slave nor free nor male nor female for we are all one in Christ that we are joint heirs in Jesus Christ we are co-laborers for the glory of Christ and Peter is saying husbands esteem your wives highly but also wives you need to respect your husbands but maybe there is someone here that would say but my husband is not honorable doesn't matter honor him because if you honor him he will see the glory of Jesus Christ in you and will bring him to repentance honor is the operating system of the kingdom of God we are to honor our church leaders will you read 1 Timothy 5 17 so in this passage it says that those who rule well are to be considered double honor especially those who preach and teach he's talking about finances really I'm grateful to say that in my country and in my church the church compensates me well the church takes very good care of me but in some places the pastors are living in poverty it's a crime in the kingdom of God that every worker is worthy of their wages we're not only to honor them by taking care of them financially but to treat your leaders with the utmost respect and honor it is important for you to know that pastors and leaders have a target on their back the devil understands that if he can discourage the leaders then the body of Christ is going to fall apart it's going to disintegrate fall apart be discouraged struggle scripture says in Hebrews 13 17 it says obey your leaders and submit to their authority for they keep watch over your souls as one who must give an account let it be a joy for them not grief for that will be no advantage of you it's important it's important also that leaders honor the people they serve in 1 Peter 5 1 through 3 as shepherds of the flock it's important for you to recognize that we are servants and so servants lead through example not lording our authority over those that we serve I think I'm 60 years old right now and one of the challenges for me in my church is to make sure that I honor those that are raising up it is my greatest privilege and honor to see others rise above me my desire is that the people that I raise up that their floor will be my ceiling my desire is that every person in my church reaches the fullness of their God-given destiny and calling the servant of God cannot be insecure he cannot be anxious or fearful for his position because it is the Lord Jesus that raises up people now what happens in a church if there is no honor where there is no honor there is division discouragement disillusionment and let me share with you what that looks like in a culture of dishonor there will be jealousy and bitterness to those who are more successful and gifted in a culture of dishonor there is mistrust there is anxiety and fear there is a spirit of control in a culture of dishonor there is always a pushing down in our word we call it contempt you call it dishonor yeah just call it dishonor yeah we don't have a word for that we don't you don't ok I want you just to think about Jesus and what that looked like for him in Mark chapter 6 1 through 6 Jesus comes into Nazareth he's coming to his hometown he enters he enters into the synagogue and he's preaching and they said where did this man get this wisdom and these miracles oh but we know who he is is this not Joseph's son is this not Mary's son and his brothers and sisters are they not among us you see Jesus was very familiar to them they thought that he was the illegitimate child they thought he was born out of wedlock and so they said in their heart he cannot be the Messiah and he cannot be a prophet we know who this man is it's important to understand that because they were familiar with him because he was raised up within their midst they thought they knew him and as a result they dishonored him and because of their unbelief it says that Jesus could not do many miracles there except that he healed a few sick people there are several lessons that we could learn from this in Matthew 10 41 it says if you honor the prophet in the name of a prophet you receive the prophet's reward we получаем награду пророка you see Jesus Christ came to impart the kingdom of God if they honored him at least as a prophet Jesus would have displayed the fullness of the kingdom there would be signs and wonders and healing and miracles but they dishonored the prophet even though Jesus is much more than a prophet and because they dishonored the prophet the kingdom of God was diminished if you honor the prophet in the name of a prophet you gain legal access to the prophet's anointing but if you dishonored the prophet it diminishes the kingdom of God another powerful lesson that we could learn from this out of this group there are going to be many that arise there's going to be many that are called that many gifted people are going to arise the challenge for us older leaders is to honor those who arise to let them go further than we've gone before that their floor will be our ceiling tragically what happens sometimes is because we know them so well because we watch them raise up that we disunder the calling and the anointing that God has given them we have to recognize that it is God who raises up leaders and God also deposes leaders but honor is the operating system of God's kingdom in the summertime I go to Florida with my family and one of the things I do is I have to protect myself because I'm very light skinned so I get all the stuff over my body I put on my sunglasses to protect my eyes from the dangerous sun rays it's important for us as Christians to put on our honor lens in 1 Peter 2.17 it says honor all people recognize the intrinsic value and worth of every person because when we honor people then we invite the kingdom of God to move in power and authority and so what I want us to do is I want us to stand and I want us to activate what God is doing but first let's let's cast aside dishonor and so let's pray Lord forgive us for dishonoring others forgive us for every dishonoring word we've spoken forgive us for every dishonored act that we've ever done Lord give us a new lens Holy Spirit I just ask right now that you fall on each person right now Holy Spirit I just fill us with the spirit of honor Holy Spirit fall right now in Jesus name Jesus name we speak honor over each one Lord in the name of Jesus we put on our honor lens that we would see the inherent value of every person Lord give us a heart that honors you that we would celebrate your intrinsic and infinite worth Lord that we would honor you with our bodies that we would honor you with our wealth that we would honor those in authority Lord that we would honor our wives and our husbands Lord that we would honor our church leaders that we would honor those that we serve Lord that we would honor all people so Holy Spirit seal what you're doing in the name of Jesus Christ of Nazareth Amen 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 Субтитры создавал DimaTorzok